Раз в год каждая корова из сельхозпредприятий Московской области имеет возможность стать звездой. Для определения лучших из лучших ежегодно организуется выставка «Звезды Подмосковья». На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем говорить о том, что та наша селекция по многим молочным породам уже достойна мирового уровня. И большинство наших подмосковных хозяев и хозяев других регионов приобретают наш племенной молочный скот именно в Подмосковье. Поэтому очень важно, чтобы мы развивались именно в научном, в селекционном плане. Это касается не только животных, но и семян и генетики растений. И безусловно, здесь наше хозяйство показывает очень достойные результаты. Открыл мероприятие глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Здесь на Ленинской земле выставка проходит восьмой раз. Я надеюсь, что вы хорошо добрались, хорошо проведете сегодня время, найдете новые контакты, новые знакомства, новые возможности по развитию бизнеса. Но самое главное, чтобы делая бизнес и развиваясь, вы приносили пользу нашим жителям успехов. Главным гостем выставки стал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Вместе со Станиславом Катаровым они прошли по выставочным стендам, где представлены и другие отрасли сельского хозяйства. Например, уникальная перепелиная фабрика. Перепелка была изначально, и, собственно говоря, с маленького хозяйства, из трех с половиной тысяч голов, мы сейчас переросли в большой племорепродуктор. Ну, единственная в стране, получается, по японским перепелам. Мы готовы помогать, и сейчас это делаем молодым фермерам, предоставляем услугу комплексную по реализации таких программ. Выставка «Звезды Подмосковья» сегодня – это профессиональный форум, где также представлены производители кормовых добавок, ветеринарных препаратов и самого современного оборудования. Мы производим весь спектр оборудования для молочного животноводства от доильного ведра до роботизированной карусели и доильных роботов. Мы с большим отрывом лидируем в этой отрасли. Спрос огромный. Но, естественно, главная часть программы – смотр, представительниц различных животноводческих хозяйств Московской области. Некоторые участницы заметно волнуются, и тут не обойтись без ласки и доброго слова. Все хорошо. Никто не тронет, никто не тронет, никто. На суд жюри представили крупный рогатый скот молочных и мясных пород более 30 региональных сельскохозяйственных организаций. Хозяйство у нас уже 60 лет, достаточно серьезный возраст. Поголовье фуражных коров у нас 605, вместе со шлейфом, с холодником. Заготавливаем собственные корма. Сейчас уже на сегодняшний день идет заготовка сенажа. Развиваемся, растем. Конечно, сложно, но благодаря поддержке нашего правительства это все-таки терпимо. Что это терпимо. Вытягиваем. Сами бы, конечно, с большой долей вероятности выходили бы по рентабельности, наверное, небольшой. Звезды Подмосковья, естественно, не просто конкурс коровьей красоты. Участниц, а их в этом году 67, строгие судьи оценивают по большому количеству параметров. И выбрать победительницу задача нелегкая. Главной звездой Подмосковья стала корова по кличке Давность из Пушкинского городского округа. Второе место заняла корова Марава, представляющая Раменский городской округ. Третье место досталось корове Рузе, также из Пушкинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.